Здравствуйте! Сегодня урок математики для четвероклассников проведу у вас я. Зовут меня Долгова Ирина Вячеславовна. Сегодня на уроке мы с вами поговорим об одном из арифметических действий, а о каком вы узнаете, ответив на мои вопросы. Ну что же, в добрый путь! Поехали! Решите примеры и заполните таблицу. Во сколько раз 735 дней больше, чем неделя? В неделе 7 дней. 735 разделить на 7, получается 105. Следующий вопрос. Сколько часов в одной третьей части суток? В сутки равны 24 часам. 24 разделить на 3, получается 8. Сколько сантиметров в одной пятой части дециметра? Один дециметр – это 10 сантиметров. 10 разделить на 5, получается 2 сантиметра. Следующий вопрос. Прошла 1 пятая часть века. Сколько это лет? Один век – 100 лет. 100 делим на 5, получается 20. Уменьши 1600 в 4 раза. 1600 разделить на 4, получается 400. Вы видите, что в таблице у нас получилось слово «деление». Сегодня на уроке мы поговорим о письменных приемах деления многозначного числа на двузначное. По-другому этот прием еще называют «деление уголком» из-за знака, который используется в записи. Для того, чтобы выполнять деление уголком, необходимо хорошо знать таблицу умножения. Для дальнейшей работы нам потребуется алгоритм, который вы можете найти в учебнике на странице 61. Продолжаем учиться выполнять деление многозначного числа на двухзначное число. Например, нам надо разделить 282 на 47. Для того, чтобы разделить, я должна 28 десятков разделить на 4 десятка. 28 разделить на 4, получается 7. Это пробная цифра. 47 умножить на 7. Получается 28 и 4, получается 32. Получается 329. Это число больше, чем 282. Значит, цифра выбрана неправильно. Проверяю число 6. Получается 282. Цифра выбрана неправильно. Записываю в частном. 6. 282. В остатке получается 0. Значит, деление выполнено правильно. Итак, давайте потренируемся. 216 разделить на 36. Для того, чтобы разделить это число, нужно каждое из них разделить на 10. Удобнее 210 разделить на 30. Получается 7. Проверяем. 36 умножить на 7, получается 252. 252 больше, чем 216. Значит, выбранная цифра неверна. Возьмем 6. При умножении 36 на 6, получается 216. Записать можно уголком. 216 разделить на 36. В частном получается 6. По тренироваться вы можете, выполнив задание 232 на странице 61 учебника. Математика, вторая часть. Для работы дальше нам потребуется следующий план, по которому вы работали на предыдущих уроках. Вспомним его. А теперь давайте выполним одно из выражений из номера 238. Ну а теперь давайте потренируемся. Выполняем действие 5576 делим на 68. В частном получается две цифры, так как первым неполным делимом будет 557. Первая цифра 8. Получается результат 544. В остатке 13. Формирую второе неполное делимое. 136. 136 разделить на 68. Следующая цифра частного – это 2. Получается 136. Число разделилось полностью. Давайте продолжим работать. Я предлагаю вам поработать над заданием 244 учебника на странице 62. Сумма трех чисел равна 1480. Сумма первого и второго чисел равна 1230. Сумма второго и третьего чисел – 1010. Найдите каждое число. Для того, чтобы визуально увидеть соотношение сумм данных задания, я предлагаю вам построить схему. На данной схеме мы видим, что наибольшее число – сумма трех чисел – обозначена самым большим отрезком. Сумма первого и второго числа составляет 1230. Сумма второго и третьего числа – 1010. Для того, чтобы найти каждый из чисел, мы можем пойти следующим путем. Мы можем из 1480 вычесть сумму второго и третьего числа. Тогда у нас получится первое число. А можем из 1480 вычесть сумму первого и второго числа. Получится третье число. Итак, вычетив из 1480 1230, мы получаем 250. Это третье число. Далее, из сумм третьего и второго числа мы вычитаем полученное третье число. Второе число будет 760. И следующее. Из всей суммы 1480 мы вычитаем 1010. Получается 7470. Это первое число. Ответ. Соответственно, получились числа. Вы видите на слайде. Потренироваться и выполнить задания вы можете на странице 61 и 62 учебника. Спасибо за внимание. Я желаю вам здоровья и дальнейших успехов. Продолжение следует...